То, что в Польше все-таки была принята точка зрения польским парламентом, а квалифицирующая болонскую резню как акт геноцида, для меня совершенно понятно и очевидно. Непонятно, почему этого не было раньше, почему для этого пришлось ждать столько десятилетий. Но этому тоже есть объяснение, поскольку именно сейчас в Польше пришли к власти консервативно настроенные политики и для них эта тема является важной и актуальной для тех либеральных польских политиков, более либеральных, которые до этого находились у власти. В частности, для нынешнего руководителя Евросоюза Дональда Туска эта тема, очевидно, не была в числе приоритетных и в силу каких-то элементов европейской солидарности он не считал необходимым акцентировать внимание и другие польские политики на этой теме. Сейчас я считаю, что это абсолютно верный шаг, справедливость восторжествовала, нужно давать объективную оценку тем или иным историческим событиям. И, конечно, уничтожение десятков тысяч, а то и сотни мирных жителей в Западной Украине в 43-45-м, это, конечно, акт геноцида. В этой ситуации украинские лидеры, в частности президент Петр Порошенко, попали в тяжелейшую ситуацию. Я думаю, что это один из самых страшных ударов по нынешним прозападным украинским политикам, потому что вся их деятельность выстраивалась на основании двух основных принципов. Это ориентация на Запад, а на Западе Польша являлась связующим звеном в той концепции западной экспансии на Украину, которая существует уже 20 лет. Еще Бжезинский приложил руку к формированию этой концепции о том, что Украина станет частью Европы через Польшу, и Польша будет ответственна за все, что происходит в Восточной Европе, в том числе и на Украине. Так вот, с одной стороны, это идея евроинтеграция, с другой стороны, на Украине я имею в виду, это идея Евромайдана, а с другой стороны, это идея национализма, возвеличивания Бандеры и других лидеров АУНУПА. Вот в этой ситуации сейчас Порошенко и весь политический класс Украины оказался между двух огней. Оказался в ситуации, когда один базовый принцип, принцип евроинтеграции, входит в противоречие с другим базовым принципом, принципом опоры на национальную идею. И этим камнем преткновения стало именно польское решение о геноциде. Его нельзя обойти, его нельзя теперь, никак на него нельзя закрыть в глаза, потому что необходимое объяснение. И для, мне кажется, для нынешних политических элит Украины настали плохие времена, потому что такого объяснения у них нет. Либо им придется ради евроинтеграции признать факт геноцида, и тогда они теряют Бандеру, а только что, собственно, процесс Бандера строительства, он вышел на новую фазу, это и колбаса, и улицы, и прочее имени Бандеры. Либо им придется стоять на своем, отрицать факт геноцида, и в таком случае есть существенная доля вероятности того, что Украина поссорится не только с Польшей, но и с Евросоюзом. Это очень сложный выбор. И, конечно, Порошенко пытается занять компромиссную позицию, Евросоюз будет пытаться тоже всячески затушить этот пожар, который возник в польско-украинских отношениях внезапно, но, тем не менее, мне кажется, что затушить полностью этот пожар не удастся. Теперь в отношениях Польши и Украины всегда будет существовать вот эта достаточно серьезная проблема. Что касается заявления министра иностранных дел Польши о том, что во всем виновата Россия, то есть Советский Союз, этому даже нет смысла смеяться, потому что мы знаем, что во всем в мире теперь, с точки зрения Запада, виновата Россия. Конечно, Советский Союз заставил бандеровцев убивать мирных поляков. Каким образом это произошло, не ясно, но очевидно, что в ближайшее время на Западе придумают версию, каким образом можно было заставить украинских националистов, которые одновременно убили генерала Ватутина и массу других советских граждан, и, кстати, советских граждан украинского происхождения, параллельно с поляками. Ведь убивали не только поляков, убивали украинцев, убивали русских, убили большое количество евреев. В первый день после захвата фашистской армии Львова украинские националисты устроили убийство профессоров, так называемое. Это уже не имеет отношения к Волонской резне. Это убийство представителей украинской интеллигенции, украинской, польской, еврейской и русской интеллигенции, которые составляли образованный класс Львова. Все эти люди были перебиты украинскими националистами. Значительная часть этих людей не была поляками и русскими, и даже не была евреями, а это были украинцы. Вот, видимо, это тоже сделано по указке Сталина было. То есть, вот эти идеи, они настолько бредовые, что даже диву даешься. Но, с другой стороны, нужно понимание, что вот если бы эта идея была озвучена одним человеком в безвоздушном пространстве, это одно, но ведь формируется целая масштабная, масштабнейшая кампания идет по дискредитации России и Советского Союза, по фальсификации данных истории. И, например, эта идея очень хорошо коррелирует с идеей того, что Советский Союз был самым преданным и полезным союзником Адольфа Гитлера в период Второй мировой войны, и что мы можем встретить в трудах солидных американских историков в настоящее время. То есть, уровень абсурда зашкаливает, но он не является единичным. Это уже сложившаяся практика – обвинять во всем Советский Союз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова